День народжения Гомеля – знаменальная подея. Как для города в целом, так и для каждого его же хара по особку. Массовые святы объединяют, дают почутствие едности и дочинение до лесу малой родимы. До того же селета День города с упау с проведением 8-го международного фестиваля ухарографичного мастатства «Сожский карагод». А тому початку святочные колонны, что пройшла по центральной площади Гомеля, крочили у дельники танцевального форума. Яны открыли свята яркими запальными номерами. Свет творчости шмат гранный, як палитра мастака. Церемонию открытия Дня города раскветила видовищная композиция с розноколяровых ниток, якими у дельники выткали одзинае полотно свята. Гэтае переплетенье символизуя переплетенье леса у людских, нарожая у сердцах почутствие взаиморазумения и сяброуства. От имени 300-тысячного города я поздравляю всех гомельчан с вашим днём рождения, с 874-летием. Желаю успехов в просветании Гомелю. Желаю здоровья и успехов каждому жителю Гомеля, потому что гомельчане – это основное богатство города. Основное. А потом уже фабрики, заводы, пароходы. Я уверен в том, что у нас есть прекрасные перспективы. От имени всех горожан наших и от имени всей Грузии поздравляю город Гомель с праздником, День города. И нам очень приятно здесь присутствовать, потому что мы здесь нашли второй наш город по дружелюбию, по гостеприимству и по всем тем, которым не только славятся грузины, но уже, я думаю, славятся и белорусы, и Гомель, город Гомель. Пусть праздника вас, гомельчане! Святы национальных культур под открытым небом – так сама частка программы Дня города. Захование историко-культурной спадщины, развитие народных традиций и поддержка творческих инициатив. Угод культуры – это особливо важно. У центральной части города на ведвольника упрымала белорусская гостёня, фестиваль с покус «Смак на любой густ». На оригинальных подворках с белорусским колоритом ладили дегустации, готовали стравы по стародавних рецептах. На протягу дня працевали выставы, аттракционы для детей, ладили все театрализованные шоу-программы, концертные марафоны. Кожный, кто пришёл на свято, знайшоу нечто цикавое для себя. Приехали из Тургменистана. Нам очень Гомель нравится. В общем, Белоруссия нам нравится. Тут люди такие гостеприимные. Они очень хорошие, добрые. Мы все, которые гомельчане, поздравляем сегодняшний день городом. Ну, поздравляем, желаем там удачи, счастливых. Счастливо, чтобы всё было хорошо в этом городе. Мы сегодня просто жители города нашего любимого, старинного города, где много национальностей, много народов. И сегодня большой праздник, праздник нашего города. Желаем всем счастья, добра и любви. Свои спортивные досягнения любимому городу в этот день просвятили удельники экстримспоборництва самым мощным гомельчанин. Яны пероносили тяжкие бутли с водой, тягнули трактор, подымали стакилограммовую штангу. В том году попробовал, понравилось, стал четвертым. В этом году хочу улучшить свой результат. Ну, тоже финал, как бы. Осталось четыре человека. Хотя участникам говорили много будет. А оказалось немного, шесть, по-моему. Всё, на время, на количество раз, как будет. Представницы прыгожей половы от мужчин не отставали. Принять уделу традиционным забегу на абцасах могли тяучины старейшая за 18 год. Одинная умова – туфли с абцасами не нижайшими за 7 сантиметров. Прыгожая-спринтерши выпробовывали себе на дистанции у 60 метров. Пераможца с поборництвау отримала путевку на горнолыжный курорт. День города объеднал людей разных краин и национальностей. Подарил незабывные уражения и добрых сябров на долгие годы. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Хомель».